Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дима Торзок ДимаTorzok ДимаTorzок ДимаTorzok ДимаTorzок Бог никогда не дадут. Никогда не дадут. Бог дадут. Но ведь он не мог, как он, что он сказал, что он не мог. Но также, я не знаю, двое, он говорит, что Бог умер. В одну произведение? Он написал. Что? Неожиданно. . . . Потому что « Бог» и Год, что означает, что «ГО2», «Г» — что означает Г-О2, «о» — «о» — «оперетер», «дь» — «о» — «о» — «д» — это евро, «о» — «свак» — это «падетер». Это во главном уме. И контролирует все. Он живет везде. Он был все-мighty, supreme. Он был полным кормящим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это означает, что самореализация придет, когда вы спрашиваете себя, думаете о таких вопросах, придет самореализация. И тогда вы поймете и скажете, о, что я делаю. Почему я это делаю? И тогда вы подумаете о Господе. Вы являетесь частицкой Господом. Потому что вы не это тело. Это тело меняется. И временно. То есть временно и меняющееся. Однажды я был маленьким мальчиком, потом стал юношей, потом молодым, старым. Тело меняется. И однажды мы оставим это тело. Это то, что происходит. Это означает, что ответ сразу придет. Это означает, что ответ сразу придет. Ты душа. Ты душа. Ты вечная частица Господа. Твоя спонтанная природа это служить Господу. И Господь зовет тебя. И Господь зовет тебя. Это просто ты забыл. Например, если ваш сын уходит из дома и остается в другом городе. Вы не можете забыть своего сына. Вы не можете забыть своего сына. Это правда или нет? Вы всегда будете думать, когда мой сын вернется домой. Это потому, что ваша связь привязана с сыном. Когда он же вернется? Иногда вы плачете. Иногда вы плачете. Иногда вы плачете. Иногда говорите, о, сын мой, когда же я не видел? Это правда. Иногда столько эмоций и сентиментов проявляется в сердце. Потому, что это любовь со своим сыном. Таким же образом, Библия тоже говорит, Господь зовет нас. Иисус Христос сказал, Господь зовет нас. И ждет нас. Но, например, что происходит, мы не берем внимания к Богу. Но, что происходит, то, что мы не обращаем Внимание на Господа. Господь плачет для нас, а мы не плачем. Мы не думаем о Господь. Он столько милости, столько любви проливает на нас. Вы не представляете, на сколько милости Он к нам. Он всегда думает, как возвращать этих людей к нам. Если эта реализация придет к вам, вы будете плакать просто. Если поймете, как это Господь ждет меня. Потому что Господь, Он нашу настоящий Матерь, настоящий Брат. И все для нас просто. Его любовь нельзя сравнить ни с чем, ни с каким. Это правда. Он наш единственный Матерь, естественный и Отец. По этому поводу Иисус объяснил эти вещи нам. Господь наш Отец. И все мы его сыновей и дочери. Это правда. Верите ли в это или нет? Это факт. Пытайтесь, попытайтесь, постарайтесь понять эту философию. Сегодня очень благоприятный день. В аштабской философии называется Акшай Трития. В утром я немного объяснил вам, что означает назначение этой слова Акшай Трития. Трития означает третий день после новолуния. Акшай это означает империсимо. Империсимо. Неразрушимо. Несохрушимо. 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 Нес screams. Несохрушимо. Несохрушимо. Двое, не сокрушимо. Господь – в нашем натрияном мире мы используем эти два слова. Акшай и Акшай. Кчай- это означает разрушимо, а Акшай, lots. Акшай – вλλ는 the world. Акшай,なら, никогда не разрушиться. Вечная и Вечная. В Бхагадхи Кришна говорит «кшара-кшара». В Бхагадхи Кришна говорит «кшара-кшара» два слова. В Санске «дар акшар» это называется «летар» 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 «А» «Буква» Спасибо. Спасибо. К кому? Спасибо. Спасибо. При этом Продолжение следует... 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 Да, хорошо. Она смотрит на программах о Индии, и она увидела это. В любом случае, я хочу сказать, что это природа, в этот боди, в этот день, будет распространен, или в бедах, и в этот дом, будет распространен в стулы, потому что нет инсектов. Или вы можете узнать историю, когда люди использовали один тип, я не знаю, как это называется, вода, на специальное место, которое называется муми. Мы уже слышали о том, как в древних временах Как примеровали, да? Муми, да? Примеровали. Муми, да? Если вы читаете историю, они говорят, что в тот момент люди подали в тело и подали в тело и в тело и в тело в древних временах тело человека посадили в это какой-то в ясно что? Сантафар Место какое-то, где мумировали, да добавили там которые сохранили его тело долгое время в этот материал все трансформировано потому что сантафар тоже объясняет что мы не создаем ничего и ничего не разрушаем просто трансформируется на другую и так и так и так и так и так так и как сантафар не з Harry и логи я знаю не е до в и то что он находится þ recognize как вода ага, что я готова и затем геросентрирование вода вода трансформируется на лед в этом материале все будет трансформируется почему я так говорю потому что это мини-ксиод трансформируется 2 separate hydrogen, oxygen теперь мы говорим вода вода мгс температура температура вода 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 и вода лед н вода гарния это слово «destroy» «Бодой не здесь» «Бодой не здесь» «Бодой не здесь» «Бодой не здесь» «Сейчас здесь красивое здание» «Если у вас был не разрушен» «Если у вас не было строительства» Если вы будете его разрушать, не будет здесь уже зданий. Тогда, вы скажете, здание разрушилось. После строения, что вы думаете, какие элементы, брызг, сад, север, да? Действительно, что вы сделаете здесь, красиво, красиво, строительство. Как вы думаете, как вы думаете, как вы думаете, то это стихия. Сталились из разных элементов, цемент, камни и накладывание. И потом стало здание. Поэтому, надо вернуться, потому что, я не знаю, как ты восстанавливаешь с 300 км. Может быть, ваша головка начинает рахать. Ты мне не слышишь? Мы вернемся в для вас. Потому что если я говорю слишком много философии, ваша голова начинает кружиться. В этом мире два вещи, которые никогда не уничтожаются, это душа и свет душа. В Бхагавад-Гите Кришна использует эти слова, кшара-акшара. Кшара-акшара. Акшара означает то, что разрушается, а Акшара то, что не разрушается. Так что Кришна говорит, что Акшара означает, что это неизвестен. Акшара говорит, что Акшара. Я являюсь трансцендентным, неразрушенным и вечным. Акшара говорит, что Акшара третия, третий день после навалования. И вот этот день, если вы что-то можете предпринимание, делать, кто-то было это успехом. очень богатые люди, они делают много вещей с астрологическим временем. Многие люди учат астрологию. Многие люди учат астрологию. Но сегодня тоже не нужно обращаться к астрологу. Нужно сказать, что сегодня это астрологический день или не астрологический день. Сегодня вы думаете, как это делать? Это будет успех. Сегодня такой день астрологический, что вообще не нужно обращаться к астрологу. Что бы вы ни делали сегодня, 100% можете быть уверены, что он отвечает успехом. Если вы хотите, что вы хотите делать, жениться, строить дом, бизнес открыть, все что угодно, что бы вы ни делали сегодня обвенчается успехом. А также в этот день Акшиатвития наш парам гурты Бабхти Праганкеша Гусе Махарач, он основал Галдия Веданта саммити. Вы можете или нет, но я просто рассказал вам, что в Галдия Веданта саммити, организован в Бабхти Праганкеша Гусе Махарач, это было всего 3-4 тысячи человек. Я хочу вам сказать, что в Галдия Веданта саммити был организован в Бабхти Праганкеша Гусе Махарач, и тогда там было 3-4 человека. Первый был Бабхти Праганкеша Гусе Махарач, второй был Насинг Махарач, и тогда Бабхти Праганкеша Махарач, его родственник был Агайчарангдей, который был домохозяином, и звали Агайчарангдей. Агайчарангдей, агайчарангдей, потому что он был бизнесмен, и очень известный человек. Он тогда был бизнесменом и очень знаменитым человеком, и его звали Агайчарангдей. Тогда Бабхти Праганкеша Гусе Махарач, он был домохозяином, и они также, некоторые люди были в Галдия Веданта саммити. И четвертый Бабхти Праганкеша Махарач, который тогда был в Галдия Веданта саммити, и вот этим четвером они создали Галдия Веданта саммити. Я стараюсь привести какую-то информацию. На день Агайчарангдей, Бабхти Праганкеша Гусе Махарач, он был в Галдия Веданта саммити. Я просто немножко ознакомлю вас, как в этот день. Потом, Агайчарангдей, Бабхти Праганкеша Гусе Махарач, он также joins. Потом, Агайчарангдей, Бабхти Праганкеша Гусе Махарач он также joins. Позже, Бабхти Праганкеша Гусе Махарач присоединится. Потом, Позже, Бабхти Праганкеша Гусе Махарач они присоединились к Галдия Веданта саммити. Окей, сегодня очень красивый день, потому что, в Индии, там очень красивый, и хорошенький, там, Бодри Нарайан, там, и двор открылся. И в Индии есть, храм Бодри Нарайан, да? Да, Дрора, где Лор, там, и двор открылся. В Гималайи есть храм Бадри Нарайан, сегодня двери открываются. Потому что в Гималайи очень много снега. Но с этого дня, там немножко становится тепло и лёд тает, снег тает. И Гуджари открывает дверь и начинает служение. Сегодня также было написано Махабхаратам. Вы слышали имя Махабхара? В ТВ вы можете посмотреть Махабхара. Пандабы и Кавра, они борются. Махабхаратам. В ТВ вы можете посмотреть Махабхаратам. В ТВ вы можете посмотреть Махабхаратам. И сегодня проявление Гангадеви в этом отдельном мире. В ТВ вы можете посмотреть Махабхаратам. Если вы читаете Махабхаратам, про Сагар Махарат и Капиладев. 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 И в ТВ вы можете посмотреть Махабхаратам. в этот день Акша Третья Гангадеви появилась в этот материальном мире then fourth, Кришна departed from this material today also в Манхабар, Симандхабхарватам Суддей Гусани told Кришна оставил тело тоже в этот день did you read Симандхабхарватам then how Кришна manifested and departed from this material world Кришна явился в этом начальном мире и покинул every Simandhабхарватам who did even every Simandhабхарватам whole camp can't do 11 camp can't do Simandhабхарватам if you will read Simandhubhagavatam if you will read Simandhubhagavatam if you will read Simandhubhagavatam then you will understand what I am talking about very nice, beautiful on top of him we love Simandhubhagavatam to come from this material world so he had also today in the day of Akshay Chitya Krishna departed from this material world and fourth today also the battlefield of Kurukshetra then Kauravas they completely defeated and in this day in this day in the field of Kurukshetra Kauravas they completely defeated mahalaras kata dharmakhetri, Kurukshetri, Sanvita, Jujutsavo mamukha pandhubhatschayvokhimma Kurukshetra Kuruv and Pandhubh the son of Githrashtra and son of Pandhubh they also assembled in the one that is the place that is the Kurukshetra in the Bhagavad-gita the first part there was written in the Kauravas the Kauravas and the Kauravas gathered in a place which was called you read Gita? a person read about Bhagavad-gita I read Gita you read before Bhagavad-gita? you read the first book of Gita? the first book of Bhagavad-gita the first book of Bhagavad-gita anyone remember? Продолжение следует... 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 Это греховная деятельность. Он пытался взять все от Пандавы. Он уничтожил все от Пандавы. И также пытался раздеть Драмападди. Он сделал все от Пандавы. Он называл все греховные действия. Адхитараштра полностью слепой. «Бланд» означает, что у него нет знания, что хорошо и что плохо. Что означает слепой? У него нет вообще никакого знания, что хорошо и что плохо. И кто не может видеть, что является правдой. Потому что он слепой, он не видит свет. Слепой человек, как возможно, что он видит свет? Слепой человек, как возможно, что он видит свет? Свет — это и правда. Свет — это истинная. Свет — это истинная. Ты понимаешь, что означает светит? Свет — это истинная. Свет — это истинная. Мои сын и пандыры, они в Батидулу Лукетто, и дальше борются. Потому что дудудсоват, дудудсоват означает, что они готовы бороться с другими. Но что они делают? Поэтому он был беспокоен. Он думал, мои сыновья собрались, и сыновья панды собрались в этом месте полничества. Они жаждут сражаться, но что там произойдет? Ум Виктор Рашти очень изменчивый и беспокойный. Сегодня, после восемнадцати дней, они борются против друг друга. Курлуб и пандыры, в восемнадцать дней, они борются против друг друга. В восемнадцать дней, когда пандыры сражались друг с другом. Потом, в конце, пандыры выиграли победу. И все кавровы полностью, все умерли. Это установлено, что это перфектная Духа. Это перфектная Духа. Это называется «Совершенный». Правда победы. В этом материале, многие люди делают много грехов. Но когда время придет, им будет открыто абсолютно право. Многие люди сидят, делают много плохих вещей. Но когда время придет, они остановят. Но когда время придет, всем откроется. Потому что это кальюга такова. Люди все обманывают. Кальюга — это значит «правда». Читает. 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 Люди все врут друг другу. Обманывают. Но что является абсолютной правой? Правой — это правой. Правой — это правой. Правой — это правой. Не можно прожить. Немного. Но абсолютная правда, она правда. Её не нельзя прикрыть. Солнце never will cover the dark. Когда время придет, солнце будет прожить. Когда солнце садится, полностью темнеет. Но когда солнце встает, опять свет приходит. Вы понимаете эту философию? Вы не можете скрыть Солнце тьмой. Вы не можете скрыть Солнце тьмой. Только правда может проявить. Вы знаете МРКРИ? МРКРИ? В чем МРКРИ? В Армении мы также говорим МРКРИ. Если МРКРИ не может быть вовнутрь, то МРКРИ не может стыать вовнутрь. Если ртучь войдет в ваше тело, она не может остаться в теле, а с одного места выйдет. Ртучь не может остаться в теле, внутри тела. Она выйдет. Никто не может переваривать, да? Иногда я привожу пример этой биологии. Таким образом, правда это правда, правда не может быть покрыта двойственностью или темной редкой. И когда время придет, правда полностью появится. Только ждите время. В этом начальном мире все обманывают друг друга, но когда время придет, правда появится. Я говорю, Господь правд, а правда это Господь. Господь правд, а правда это Господь. Господь это правда, и правда есть Господь. Потому что Махабрадхи established эти вещи. Махабрадхи, Дудхан, Душасан, они полностью уничтожены. Махабрадхи, Махабрадхи, Дудхан, Душасан, они полностью уничтожены. Сегодня Акшатрития и Махабрадхи, Махабрады полностью уничтожены. Сегодня Акшатрития и Махабрадхи полностью закончены. А также в этот день Акшатритхе начинается начало Сатя-юги. А также в этот день Акшай-патра, может быть, вы слышали Акшай-патра. Драбходи, она получила один борт, который создавал много различных билетов, и это впечатляет всем. Акшай-патра. Однажды Дурбасариши, а он был очень внимательным. Он приехал в пандавы, когда они были в исиле. Акшай-патра. Вы знаете, что Дурбасариши, я говорил, он был очень мягким. Очень мягким. Акшай-патра. 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 И вот так вы не делали, маленькая шифа сразу будет проклинать и взбудиться на месте. Так что Дурбасарис, он приехал в коттеджи Махараджи, он пришел в хижину, в Махараджи. Дурбасарис, у него есть Акшай Патра, один мистический борт, Акшай Патра. И в Драопаде был вот этот мистический котел Акшай Патра. И этот мистический котел мог создать многообразное блюдо, которое ты хочешь. Но некоторые правила, когда Драопаде съедает, и в то же время этот мистический котел не может создать никакого мяса. И был такой момент, что когда Драопаде кушала и мыла вот этот котел, то она больше не могла дать. Да? 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 Тогда Дурбасарис пришел, и именно тогда Драопаде уже кушала и мыла вот этот котел. Да? Тогда Дурбасарис пришел, и он пришел с 60 000 учениками. Да? 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 И он пришел с 60 000 учениками. Если ваши дома посещают два или три гостей, то уже ваши беспокоятся, как их удовлетворить. Понимаете? Особенно я путешествую в стране, потому что все очень седло и фиксировано. Понимаете? Вы живете со своим мужем или женой в одной комнате. И очень маленькая кухня. Если еще один гость приходит, то уже все, беспокойство, куда его деть? И один туалет. Если гость войдет в туалет, то вы будете ждать. Если гость войдет в туалет... то вы ждете. Мы должны вовремя посидеть свою работу, чтобы гость не был. Очень трудно, особенно в западной стране. Я имею в виду эксперимента. Как я покажу, как я покажу, как я покажу, как я покажу. И может быть маленький котел. Двое, как вы готовите. Если два гостя придут, то все уже беспокойство. Но Дурвасариши, он пришел с его... 60,000. И он пришел на полчаса, когда Дурвасариши took Прасад and washed his, that mystic bow. И он пришел полдень. Как раз тогда, когда Дурвасариши уже кушал и мыло. И Дурвасариши told, Дурвасариши, Дурвасариши. Дурвасариши, слушайте. Они очень вкусные, очень вкусные, не только кетчери. И Дурбаса еще сказал очень серьезно, приготовьте очень вкусный просад, не только кетчери или что-то там простой, а пышный такой. И он там дал меню такое, которое состоялось из 5-6 блюдов. И Дурбаса беспокоился. И он был очень разгневан, он сказал, что я просто разговариваю, чтобы принимать омовение и приду. И всю ночь вы готовите, я буду ждать, не так, что всю ночь вы будете готовить, а я ждать. А я знаю, что это очень быстро. Я знаю, что это очень быстро. Да. Я знаю, что это очень быстро. Я знаю, что это очень быстро. Если есть ингредиенты, особенно в Восточном, они не знают, как приготовить рис. И готовить воду, то рис не готов. И не готов. Но сейчас сумма будет и出现. И у меня есть опыт, я как бы посещаю в Западной страны, некоторые не умеют готовить даже просто рис. Они доволяют воду готовят, но все равно, рис не готов. Я кушаю и проблема сложная правда. Так что Дурбасана сказал правильно, чтобы приготовить все мои приготовления, в идеальном порядке. Но Дурбадис сказал, что в доме, в доме, в кухне, нет ничего, нет риска, нет сухи. Ничего нет, ни картошки, ни риса, вообще ничего. Нет картошки, ни картошки, ни капуста, ничего. Нет капуста, нет картошки. Дурбадис думал, что делать сейчас? И Дурбадис просто сложил ее руки и закрыл глаза и концентрировал ум на Кришну. Вы тоже можете так делать, закрыть глаза и концентрировать свою ум на Кришну. И чанну свитую ночь. Гу-вин-да-дамом-дармандаветти 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 Гу-вин-да-дамом в плане Гу-вин т dal бандь Ну ка-то время в Пу- employer Гу-вин-да-дамом 소리 Гу-вин-да-дамом В путешествиях Гу-вин-да-дамом Это сообщение о Дрападе достигла Дваракапуя и Кришна. Эти мысли, как в то время, технологические мысли были очень выше, чем эта мысль. И тогда вот эта технология отдавать вот эти мысли было очень-очень возвышенно. Больше, чем сейчас наши сары. Сейчас у вас есть мобильный телефон. Кто у вас есть мобильный телефон? У вас? У вас есть. Сколько номеров у вас есть? Сколько номеров у вас есть? 9 номеров и 0. 10 номеров. 9 номеров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0. В этом номере вы можете также отправить сообщение к вашему другу. С помощью этих номеров вы можете отправить сообщение к своему другу. И вы отправляете смс сообщение. У меня нет мобильника, я никогда не пользуюсь. У меня нет мобильника, я никогда не пользуюсь. У меня нет мобильника. У меня нет мобильника, с помощью которого я держу контакт со своими учениками. У меня нет мобильника. Но иногда вы ошибочно нажимаете не там, не тот номер и другому. Один номер вы разрушает. 8, double, maybe you would put the triple h. Then going to the other person. Может быть, вы добавляете одну восьмерку больше, и все, идет по-другому это сообщение. Правда или нет? Иногда я шучу, я сейчас скажу вам это. Однажды одна деревенская женщина нашла работу в городе. И она сказала мужу, не беспокойся, я работаю в офисе, и с моего офиса я могу отправить тебе смс. Если ваша жена отправляется в другой город, вы спрашиваете, когда доедешь, отправь мне смс, чтобы я знал как вы. Тогда эта женщина, когда она приехала в свою работу, она написала, что мой мужик, не беспокойся, я приехал очень хорошо. Она написала мужу, что все хорошо, не беспокойся, я приехал, здесь все отлично. И скоро я позвоню тебе и ты тоже придешь сюда. Она написала, что это называется мужик. Но, что он не беспокойся. Она написала номер в мужу, но по ошибке другой номер. Может быть, у задача их terceирских называли. Может быть, у вашего друга номер три девять, 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 девять. Какой маски написал им, получается,invest СМС получил другой человек. Но в то же время, его жена оставила его. И после крематики, он вернулся домой. Он вернулся домой уже. Когда он был в Мумбай, он сказал, «Мой мужик, не волнуйся, этот город очень красивый, я счастлив, скоро я возьму его». Очень хорошо, и скоро я тебя заберу. Мы уже беспокоились. Это модернная технология. Если это немного ошибка, то это будет плохо. Таковы нынешние техники. Что-то не то делало, набирало не то номер, все, такое последствие. Но Дрвупади, в то же время, он просто закрыл глаза, держал его руки, держал его руки, и помнил к Крисне. Что это было? СМС. СМС. Но тогда Дрвупади сложил руки, закрыл глаза, и думал о Кришне. И тогда это сообщение с ее сердца достигло сразу Кришне. Не было ошибки. И Кришна сразу приехал, и решил все ее проблемы. И Кришна сразу приехал, и решил все ее проблемы. Это очень долгая история, я не буду рассказывать. И в этот день, пандавы получили свое царство в Астанапур. И Дрвупади, и Дрвупади, и Дрвупади, и Дрвупади, и Дрвупади, она служила всеми мистическими. все, все они в порядке... Таким образом, все мистические силы пришли, и все мистические силы пришли. почему они Often, и He will chant holy names, He will get cool song. Сегодня, если вы будете повторять плоды святого имени, вы будете очень быстро получите плоды. Если вы будете повторять нама мантра, вы будете повторять плоды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я забыл кое-что сказать вам. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И в группе санат они в Галдиманхи тоже уделили очень красиво. И через один месяц, с сегодняшний месяц, каждый день, они украшают каждый день. Это также объясняется в Чайтан Махамендракуи. Когда Махамендракуи был на берегу Говиндакунды, который находится на Кирирадзику в Архан. И тогда Махамендракуи припады приехали в северную сторону. И Кирчора Говиндакуи, в то же время, он также приехал в Сандаловую пасту. Тогда Махамендракуи просила Махамендракуи, что очень жарко, пожалуйста, принеси сандаловую пасту. И он принес из юга сандаловую пасту. Очень много игр связано с этим нюансом Акша Адвития. Продолжение следует... 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 Ништа. Гуру ништа. Очень хорошая, красивая, очень хорошая. Потому что гуру ништа, гуру бхакти это основание нашей бхакти. Гуру дейксал-нардин, шейх Махарад, в большинстве классов он тоже повторял это бхакти. Гуру ништа, гуру бхакти это бхакон, а гуру ништа очень часто в Шилах Гуру дейвнардин, Гуссал-нардин, Махарад, в своем хари-каппи произнес эти слова, что гуру ништя это позвоночник нашей бхакти. Это означает, что ты должен концентрировать свой ум на гуру и кишну. Это означает, что ты должен концентрировать свой ум на гуру и кишну. Однонаправленно. И эти вещи приходят в сообщение садху и слушать харикатху. И оставляйте плохое общение. И оставляйте плохое общение. И особенности те, кто критикует гуру и вашнам, должны быть отвергнуты полностью. Гуру ниндокер мух, кову нахериба. Один, кто критикует гуру и вашнам, никогда не видит его. Это очень важно. Это очень важно. И всегда думайте, как осуществить желание моего гуру пада. И всегда думайте, как осуществить желание моего гуру пада. Таким же образом, это желание придет, как служить Радхи Тишмен, под руководством моего гуру пада. Как и с помощью раману-джай ачари. Иде Раману-джай ачари. Ты, как говорил, Раману-джай ачаря. Иисус. Шилер Гурде. Вiedи следователь, говорит ли раману-джай ачарь, Раману-джай ачаря, был очень часто рассказывал эту историю про ученика, Раману-джай ачаря, Куреса. Куреш жертвовал свою жизнь ради своего хозяйства. И Бхакти Праганкеса в Бхари Пратмачари, он отдал всю свою жизнь Бхакти Праганкеса, который тогда являлся Бхари Пратмачари, он отдал всю свою жизнь Бхакти Пратмачари. Бхакти Сиддханта Праганкеса, эта история приходит, когда Бхакти Сиддханта Праганкеса spoke the truth about Vaishnava philosophy, и тогда Смарта Брахмана, Сахаджиа, они пытались убить его. Бхакти Сиддханта Праганкеса, они пытались убить его. И они выбрасывали бутылки и камни на сторону Праганкеса. И все паломники, те, которые были с Прагхупадой, вместо паломничества, они разбегались. В то время, Винод Бхари Пратмачари остался с его жидкостью. А Винод Бхари Пратмачари, он остался с Йогурдевом, и он был еще на белом одежде. Винод Бхари Пратмачари в один дом. Винод Бхари Пратмачари привел Пратмачари в один дом. И Винод Бхари Пратмачари, в то время, он сказал Прагхупад, «Правхупад, give your son's cloth, and you take my white cloth. Винод Бхари Пратмачари сказал, «О Пратмачари, бери мой белый одежду и отдай мне свою санесу одежду». И, вы можете идти, и я могу остаться здесь. И тогда, ты можешь выйти и останусь здесь. И, Винод Бхари Пратмачари, он сказал, «Винод Бхари Пратмачари, they will kill me also». Винод Бхари Пратмачари Пратмачари, он сказал, «Гурдев, if I die, no harm, but if you live in this material, you have to give to bhakti to everybody». и Бхарху Пратмачари 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 Пратмачари. И, если я оставлю тело, в гурдеву, это вообще ничего не изменится. А, если ты останешься здесь, ты отдашь все знания бхакти, всему миру». Тогда Прабхупад, он дал его сына с класть в Винодибиари Прахмачари, и Прабхупада взял его белую одежду и вышел в жанну. Потом, после двух минут, полиция пришла, и все было решено. Так что, когда Гурдев сказал о его гуру, то его сердце полностью растаяло, и он начал плакать. Сейчас все ученики Прабхупада проставляли Винодибиари Прахмачари, как он служил своему Гурдеву. Так что, Гуру Сева, Гурништам, в этом случае, как будет возможность Гуру? Это значит, что я не говорю, что критикает к Божинаму и кладевает к вашему Гуру, и кладевает к Божинаму. Вы можете кладевать к вашему Гуру, но никогда не критикает к Божинаму. И кто критикает к Божинаму и кладевает к Гуру, он является опорацией. Я это говорю, но я говорю, прославляйте своего Гуру Дева, и никогда не критикуйте другого Ваишнава или Гуру. Тот, кто прославляет своего Гуру Дева и критикует другого, он просто опорацией. Никогда не критикуйте другого Ваишнава, но никогда не критикуйте, хотя бы. Сможете ли вы прославить Ваишнава или нет? Это не вопрос. Можете не прославить, но никогда не критикуйте хотя бы. Махапрабху сказал, божинам ниндуке, ханат же божинам же ниндакари. Жанме-жанме, ами-дей, тари-нароки. Махапрабху сказал, когда вы критикаете Ваишнава, бацапрад 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 бацапрад, я поставил его в ваишнаву. И Махапрабху сказал, тот, кто оскорбляет Ваишнава, жизнь за жизнью я его просто буду держать в воду. Я очень осторожно никогда не критикую Ваишнава. И тот, кто критикует Ваишнава, вы должны забыть ее лицо вообще, оставить. И это так, тот, кто критикует Ваишнава, никогда не видите ее лицо. Гурнистта означает так, как быть однодоправленным на своего Гурдева и служить параллельно Ваишнавам другим. И тот, кто проставляет своего Гурдева, я отдаю свои поколы ему. Это очень важно в нашей жизни. И вы видите, сколько он любит моего Гурдева, дайте ему почтение. Никогда не критикуйте никакого. Опять святение. Ваишнава, 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok